Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я расскажу вам о святом человеке, который спустя 1700 лет чудным образом остался нетленин и сохранил температуру тела. Святитель Спиридон Тримефунский родился в конце 3 века на острове Кипр. О его жизни сведений сохранилось мало. Известно, что он был пастухом, имел жену и детей. Все свои средства он отдавал на нужды ближних и странников, а за это Господь вознаградил его даром чудотворения. Он исцелял неизлечимо больных и изгонял бесов. После смерти жены, в царствование императора Константина Великого, его хиротонесали во епископа кипрского города Тримефунта. В сане епископа святитель не изменил своего образа жизни, соединив пастырское служение с делами милосердия. Все житие святителя поражает удивительной простотой и силой чудотворения, дарованной ему от Господа. По слову святителя пробуждались мертвый плюс, укращались стихии. Сокрушались идолы. В праведности и святости прожил святой Спиридон земную жизнь. И в молитве предал душу свою Господу. В истории церкви святитель Спиридон почитается вместе со святителем Николаем, архиепископом Мирликийским. Уже почти одна, 1700 лет. Мощи святителя Спиридона Тримефунтского остаются нетленными. Более того, они, подобно живому телу, мягки и имеют температуру тела здорового человека 36,6 градусов. Ученые, исследовавшие феномен, только разводят руками и констатируют это как факт, не изученный наукой. Люди, верующие, относятся к этому проще и называют явление нетленных мощей Спиридона Тримефунтского великим божьим чудом. Сейчас мощи святителя находятся на острове Корфу-В в городе Киркиры в Греции. В 1716 году турки окружили остров Корфу-В и готовились захватить его. Но в небе появился святой Спиридон с мечом в руках. И турки в страхе разбежались. С тех пор Спиридон считается защитником острова. Во время бомбежки острова, в период Второй мировой войны, люди бежали в храм к святителю. Одна бомба попала в крышу храма, но не взорвалась. Святителю Спиридону молятся перед началом любого дела, связанного с финансовыми вложениями, открытием своего дела. Но чаще всего святого просят о заступничестве перед Богом при бытовых неурядицах связанных с жильем, покупкой, продажей, разменом. Известно множество случаев, когда по молитвам святителя Спиридона, людям удавалось приобрести квартиру на совершенно невероятных условиях. Впрочем, на острове Корфу, где покоятся мощи святителя Спиридона, его считают покровителем путешествующих. Сам святой тоже время от времени путешествует. По крайней мере, так утверждают служители храма имени Спиридона Тремефунского. Кстати, бархатные башмачки святого. Время от времени приходится менять, так как они вопреки всем законам реального мира истаптываются, словно от постоянной ходьбы. Эту мягкую обувку аккуратно разрезают на мелкие кусочки и раздают православным людям по всему миру. Большой редкостью и радостью считается получить такой кусочек башмачка. Ведь его носил сам Спиридон Тремефунский, святой через которого Господь так щедро являет нам свои чудеса. Вот такое чудо. На этом на сегодня все. В следующий раз я расскажу вам о чудесах на греческом острове Кефалония. Оставляйте свои комментарии, что вы думаете об этом чуде. А также присылайте свои истории присутствия Бога в вашей жизни. Если вам не понравился рассказ или вы не верите в Бога, а думаете, что люди произошли от обезьян, ставьте дизлайк. А если вы человек верующий и вам понравился рассказ, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Это очень поможет продвижению канала. Верьте в Бога и уповайте на Него. И Бог вас никогда не оставит. Всем пока.